Добрый день, наши уважаемые читатели! Мы начинаем нашу онлайн-конференцию «Как организованы выплаты клиентам фонда гарантирования вклада в одном из банков фрагментов». Наша сегодня очень о гости – это операционный директор Альфа-банка Елена Лукинчук. Как известно, Альфа-банк является одним из банков-агентов фонда, который выплачивает гарантированную сумму вкладчикам VIP-банка. К нам поступило много вопросов для Елены, я хочу предоставить слово. Елена, вы представьтесь, а потом уже приступим к нашим вопросам. Спасибо большое. Меня зовут Елена Лукинчук, я операционный директор Альфа-банка. В том числе возглавляю подразделения, которые непосредственно занимаются обслуживанием клиентов, которые приходят в наш банк, в банк-агент для получения вкладов своих по процедурам фонда гарантирования вкладов. Прекрасно понимаю, что тема очень интересная. В том числе в моем подчинении находится контакт-центр банка, куда приходят многочисленные вопросы от вкладчиков, от наших вкладчиков, от вкладчиков других банков. Поэтому прекрасно понимаю, что вопрос очень важный и актуальный сейчас в нашей стране. Елена, это тогда наш первый вопрос от нашей читательницы, у которой дочка живет в США. Она говорит, что дочь оставила ей доверенность, чтобы забрали ее деньги. Когда начнутся выплаты? Какие документы понадобятся, чтобы получить вклад за дочку? Да. Знаете, достаточно действительно распространенный вопрос. Мы тоже получаем от наших клиентов и успешно обслуживаем таких клиентов. Есть стандартная доверенность. Все нотариусы страны знают формат этой доверенности, где указывается вся информация о первичном вкладчике и человеке, на которого передается эта доверенность. Прежде всего, это, опять же, паспортные данные и идентификационный код. Как первичного вкладчика от ликвидируемого банка, так и человека, который получает доверенность. Соответственно, можно обратиться к любому нотариусу и получить данную доверенность. И с ней уже, и со своим оригиналом паспорта и идентификационного кода прийти в банк-агент, который выплачивает. Есть такой еще общий вопрос, который, наверное, прекрасно известен всем интернет-пользователям, но, наверное, не всем читателям, которые являются читателям печатных изданий. Где можно увидеть, на каком сайте или, может быть, по какому телефону, ну, в общем, на сайте, увидеть банки-партнеры, которые берут на себя обязательства по проблемным банкам? Знаете, очень детальная информация о статусе ликвидируемых банках, о статусе выплат, о банках-агентах, о контакт-центре непосредственно фонда, который может ответить на детальные вопросы, есть на официальном сайте самого фонда. Его можно найти через поисковик того же Google, но также могу быстро рассказать, это www.fg.government.ua Спасибо. Вы сегодня являетесь банком, участником фонда гарантирования вкладов, как и многие другие банки Украины. А какие-то преимущества дает сотрудничество такое для клиента вашего банка? Для клиента нашего банка и, безусловно, клиентов всех банков, это обязательное требование быть участником фонда гарантирования вкладов. Сейчас в Украине это 146 банков, ну, мы, соответственно, в том числе. Это требование прописано законодательством, прописано специальным законодательством и со ссылками на регулятора и Национальный банк Украины в том числе. Есть обязательные выплаты, резервы банков-участников, которые вычисляются в определенном проценте, которые, опять же, указаны в законодательстве, и которые перечисляются на специальные счета фонда гарантирования вкладов, которые и являются тем самым гарантом и резервом, из которых выплачиваются уже суммы ликвидированных банков. Соответственно, это обязательное условие для всех банков Украины перечислять данные резервы в форме гарантирования вкладов, и, соответственно, клиенты банков могут быть уверены, что им, государством, прогарантирована сумма до 200 тысяч гривен от их вкладов. С клиентами разобрались, а что самому банку дает такой статус? Ну, прежде всего, мы считаем, что это подчеркивает доверие государства к банковским учреждениям, которые стали банками-агентами фонда. Сейчас на данный момент в стране 11 таких банков-агентов, через которые проходят выплаты уже непосредственно вкладчикам ликвидируемых банков, либо банков, в которых уже зашла временная администрация. Безусловно, мы очень хотели стать банком-агентом. Как я, возможно, повторюсь, это действительно, прежде всего, доверие. И мы, в том числе, используем этот материал в своих материалах, извините, исправились, мы используем эту информацию в своих материалах о банках и подчеркиваем, что нам, государство, нам, вкладчики, доверяют средства для выплаты банкам, ликвидируемых пострадавшим клиентам. Вот конкретно Альфа-банк, он выплачивает, делает выплаты клиентам из таких сложных областей, как Севастополь, Крым, Донецкая, Луганская области. И, конечно, в связи с этим тоже очень много вопросов. Скажите, как жители Крыма могут получить свою выплату, и могут ли они это сделать в Крыму, и вообще, что им нужно для этого сделать? Да. Дело в том, что мы особенно это прочувствовали, скажем, на двух последних банках. Это был большой банк, который как раз был основан в Восточном регионе, и текущий банк ВАП. То есть последние три выплаты мы проводим в сложных регионах, как мы считаем. Это регионы близ АТО, для клиентов, которые, соответственно, и в том числе остались в зоне АТО, и также клиентам Крыма. Что мы предлагаем? У нас непосредственно в банке есть так называемое, мы это называемое сквозное обслуживание. Вы можете получить, будучи клиентом банка, который находится на этапе ликвидации, вы можете получить выплаты в любом отделении нашего банка, независимо, где вы находились. Но, безусловно, там, где банк может осуществлять свою деятельность согласно, опять же, текущему законодательству Украины. То есть, допустим, для клиентов в зоне АТО, которые либо там остались, либо уже выехали в другие части страны, они могут получить выплаты, опять же, предоставив оригинал паспорта и идентификационного кода в любом отделении банка. В основном, если это клиенты, которые еще остались в зоне АТО, они получают, мы им рекомендуем приехать в зоны, которые расположены недалеко от Восточной области. Зачастую это Николаев, Днепропетровск, Харьков, Кривой Рог. Там сейчас достаточно у нас большой наплыв именно клиентов, которые приезжают из зоны АТО. Что важно еще, что мы записываем клиентов в те отделения, куда им удобно приехать. И в том числе мы даем такую возможность выбирать эти отделения, выбирать даты и даже время приезда в наше отделение. С учетом того, что мы понимаем, что для клиентов в зону АТО нужно определенное время для оформления документов для выезда, мы это все коммуницируем с клиентом предварительно, условия его приезда, также переносим даты и запись, если необходимо. Стараемся идти всячески на встречу, для того, чтобы помочь клиенту. То же самое, что касается клиентов Крыма. Да, расскажу несколько слов. Единственное, там есть дополнительные... Елена, а давайте нас там ждет читатель, который не успел задать вопрос нам ваня. У нас звонок. Представьтесь, пожалуйста, задайте свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы со мной говорите? Да, да, с вами. Я живу во Львове, в данный момент нахожусь в Киеве. Да. Бывший клиент Бибибанка. Да, да. Мы одновременно имели депозит сына. На меня пришло это получение, а на сына до сих пор нету. На получение депозита. Списки кого нету? Нету в тех списках, которые опубликованы фондом, да, на официальном сайте? Да, да, да. Я вам рекомендую позвонить непосредственно в контакт-центр фонда и уточнить. Они детально отрабатывают все обращения и все вопросы. Они сказали, что надо написать письмо и ждите, когда будет ответ. Никакого телефона звонки, они не отвечают. Безусловно, нужно написать заявление. Мы сами бываем как банк-агент в фонде. Видим, что они отрабатывают письма-заявление. Я уверена, что ваше письмо тоже будет отработано. Дело в том, что даже если вы не успеете, или ваш сын не успеет попасть и получить свои средства в даты до 12 мая сейчас проходит выплата Бибибанка по банкам-агентам, в любом случае ваше письмо будет отработано, и фонд вам укажет, в какой банк можно будет прийти и получить эти средства даже после 12 мая. Понимаете, но я одно не понимаю. Они списки подрабатывали, не узнавал. Бибибан подрабатывал. Да. А Альфа-фонд, списки его не видит, от правительственного фонда не видит. Да. Нет, знаете, я хочу вам точно подтвердить, что мы получаем списки действительно от фонда, и также подверждаются списки, проверяются ликвидационные комиссии, это официальные списки, они отрабатываются. И мы получаем как банк, их получаем на защищенных электронных устройствах, и в том числе на официальных документах подписанных. Тщательно проверяем и загружаем наши системы. Что я вам рекомендую? Если вы уже в фонде написали заявление, я вам рекомендую позвонить в контакт-центр непосредственно Альфа-банка и оставить свое сообщение, фамилию, имени, отчество, контактные данные, и мы от своего имени также обратимся в фонд и дадим вам ответ. Еще раз, знаете, норма, теперь полная. Да, буквально секунду. 0-800-50-20-50. 0-800-50-20-50. Это телефон, выделенный контактной линии. Именно в нашем банке, да, безусловно. Бесплатный букет. Да, да. Еще такой вопрос. Я нахожусь в Киеве, в больнице, и жена имеет какой-то остаток, пришло сообщение. Будет просветка, мол, ты, где есть у вас это отделение? И где я могу? Посмотрите, пожалуйста, на сайте. Давайте мы не будем... Можно посмотреть непосредственно на сайте Альфа-банка, есть информация. А также, когда будете обращаться по вашему вопросу в контакт-центр? Я понимаю, я нахожусь в больнице, у меня электронная линия, и никуда обратиться. Я того, с телефона снять имею. Прочтение, я могу в сайте нахожусь. И по-другому, если у вас отделение Альфа-банка. Послушайте, давайте вопрос... Вам ответят в контакт-центре. Вы же все равно его наберете, у вас есть телефон. Соответственно, когда вы наберете контакт-центр, у нас есть эта услуга. Вам тут же сообщат ближайшее отделение. Ага, ясно, ясно. Спасибо вам. Пожалуйста. Да, Елена, вы хотели сказать, поподробнее остановиться на... Помните, да? А по поводу Крыма. По поводу Крыма. Да, действительно. Так как наблюдается тоже сложность у некоторых наших клиентов для выезда из Крыма, мы, тем не менее, предлагаем им приехать в ближайшие города. Записываем их точно так же в очередь, как и на удобное, опять же, оговоренное с ними время в контакт-центре для их приезда на материковую, как мы говорим, Украину. Также нужно учесть, что они должны иметь те же самые документы. Законодательство фонда распространяется и на жителей Крыма, а именно оригинал паспорта и оригинал идентификационного кода. Но также они должны подписать декларацию об отсутствии паспорта страны-оккупанта. Это единственный дополнительный документ, они подписывают его лично. Я поняла. Елена, ситуация, которая случилась на банковском рынке, уже сейчас называют таким словом банкопат. Такое у нас появилось новое слово. За год он кротилось практически полсотни банков. Как сейчас человеку определить надежность банка? И вообще можно ли это сделать в таких условиях? Да, действительно вопрос, я бы сказала, непростой. Мне саму часто задают этот вопрос друзья, знакомые, соседи. Я бы рекомендовала прежде всего смотреть на репутацию банка, самого банка, его поведение не только в лучшее время развития страны, но и в том числе непосредственно во время кризиса. Вот с уверенностью могу сказать, что опять же наш банк, Альфа-банк Украина, 20 лет работает в Украине и пережил, соответственно, минимум три кризиса. Наше основное посыл нашим клиентам и действительно поведение было на рынке. Выполнение всех обязательств, как перед физическими, так и перед юридическими лицами. И это, безусловно, очень важно, соответственно, изучить репутацию банка. Я бы также рекомендовала посмотреть и изучить репутацию акционеров. Это очень важно, кто является акционером банка, насколько сильны его в том числе репутационные, репутационная история, какая у него, опять же, переживая кризисы, а также экономическая стабильность акционеров. Эта информация, безусловно, есть в средствах СМИ. Безусловно, на сегодняшний момент нужно уметь разделить какой-то очевидный негатив, выбросы в средства массовой информации. Но если говорить, допустим, о нашем Альфа-банке, мы говорим о международной группе, эта информация есть в различных источниках. Я уже не говорю о том, что сделки нашего акционера, многомиллиардные сделки на международном уровне, они также освещаются. Такую же информацию можно получить и о других банках, и, соответственно, сделать выводы. Также можно говорить, и это тоже очень важно, получать мнение клиентов банка, которые уже обслуживались в банке, и сотрудников банка, которые работают сейчас, если вы им доверяете. Кстати говоря, вы очень сказали важную вещь, что Альфа-банк является международным банком. Для наших читателей, для многих наших читателей, очень важно, что вы не являетесь российским банком, которые консенсируются. Да, мы действительно, приходится в последнее время даже подчеркивать эту информацию по известным политическим причинам. Мы говорим о том, что мы действительно являемся международным банком. Банки, группы работают в Украине, в России, в Белоруссии, в Казахстане, в Нидерландах. И непосредственно наши акционеры являются владельцами огромного международного холдинга, куда входят компании во многих странах. А именно вот эта международная оппозиция позволила вам стать банком-агентом? Что вообще нужно для того, чтобы стать банком-агентом, чтобы вам фонд доверял? Да, это очень важный вопрос, в том числе с точки зрения понимания клиентами, каким образом сам фонд регулирует взаимоотношения и оценивает банки, которым доверяют средства вкладчиков, уже пострадавших от ликвидации своих предыдущих банков. Прежде всего, есть четкие требования законодательства, которые в том числе закреплены и в регуляторных требованиях Национального банка Украины к финансовому состоянию банка, к его нормативам. Это одна часть. Вторая часть требований – это, безусловно, удобство и соотношение расположения отделений банка, тех точек, где клиенты могут получать средства, с теми регионами, где непосредственно находятся клиенты пострадавшего банка, да, ликвидируемого банка. И очень немаловажный момент. У фонда есть такая практика. Он предлагает так называемый технический пилот. Это очень полезная практика и действительно говорит о профессионализме, о профессиональном подходе фонда. Сначала фонд предлагает небольшой пилот. Вот, допустим, мы проводили такой пилот в сентябре 2014 года. Брали небольшую базу вкладчиков. Это было где-то до 20 тысяч клиентов, раскиданных по разным областям. И в течение нескольких недель мы отрабатывали выплаты. Должны были убедиться, что, во-первых, мы вкладываемся в нужные сроки, что у нас нет очередей, что у нас нет жалоб клиентов. И действительно мы отлично отработали. И дальнейшая репутация, конечно, тоже очень важна, потому что, ну, к сожалению, как вы правильно заметили, появляются новые банки, которые находятся на этапе ликвидации. И фонд продумывает, каким следующим банкам-агентам предложить выплаты. И здесь, опять же, срабатывает, прежде всего, репутация работы уже с предыдущими банками. А сколько лет вы уже сотрудничаете с фондом гарантирования? На какую сумму вы платили за это время деньги по сотрудничеству? Да, мы работаем второй год. Как я уже сказала, первый пилот мы провели с фондом в сентябре 2014 года. Сейчас мы уже обслужили клиентов 11 банков, выплатили 3 миллиарда гривен. И сейчас обрабатываем и отрабатываем с клиентами ВАБа. У нас будут выплаты продолжаться до 12 мая. Это очередная сумма около 900 миллионов гривен. Соответственно, когда мы закончим выплаты, это будет уже практически 4 миллиарда гривен, которые мы проработали и отработали вместе с фондом. И вот сейчас еще раз вернемся к нашим служным областям. Мы там много говорили про Крым. А вот у людей из зоны АТО, Донецка, Луганская область, у них другая проблема. Часто нет паспорта или каких-то необходимых документов. С какими документами в таком случае им приходить можно? Знаете, я здесь повторюсь. Есть очень четкое законодательство, где указывается, какие нужно иметь документы. Дело в том, что это основные идентифицирующие документы жителей страны. Это и есть паспорт, оригинал паспорта и оригинал идентификационного кода. Исключение не дает. Ничем нельзя заменить. То есть в таком случае человеку, видимо, нужно пойти и сделать паспорт. Если предположить, что он его потерял, действует обязательная процедура замены документов, восстановления документов. И опять же, здесь есть некий комфорт, я бы сказала. Что первое, что человек, во-первых, должен быть уверен, что никто другой таким образом защищен, никто другой не получит его средства. Это раз. А во-вторых, я еще раз хочу обратить ваше внимание, что даже, и вот мы в том числе отвечали на вопрос одного из клиентов, даже несмотря на то, что срок выплаты по конкретному банку может закончиться, клиент, тем не менее, может обратиться в фонд, и обязательно фонд укажет, в какой банк можно обратиться и получить, куда будут перечислены его средства. Вот мы в том числе, будучи банковым агентом, когда я говорила, что мы выплачивали 11 банков, часть банков мы выплачивали именно по так называемым остаточным реестрам. А именно, если были остатки клиентов, которые не получили свои выплаты, в основные выплаты у других банков-агентов. Зачастую бывают такие истории, действительно, клиент был в отпуске, был за границей, каким-то образом не знал четкой информации, как получить средства, но он точно может получить деньги позже. Эти средства никуда не исчезают. И по доверенности тоже он может получить деньги? Да, опять же, по доверенности официально оформленные у нотариуса. И со своими документами, безусловно. Вот повторюсь, что, во-первых, должна быть четко оформленная доверенность, требования понятны, и нотариусы знают. А также у человека, который придет в банк, должны быть тоже оригинал своего паспорта и идентификационный код, которые также указаны в доверенности. Такой вопрос еще. Как делятся выплаты между банками и как происходит распределение? Прежде всего, мы действительно очень плотно работаем с отделом выплат фонда, который непосредственно занимается распределением. Прежде всего, учитывается удобство для будущих клиентов, которые распределены по регионам страны. Оценивается расположение банка-агента и той клиентской базой, которая будет получать свои возмещения в тех или иных регионах. Ну и опять же, это с точки зрения удобства для клиентов, а с точки зрения, кому именно из банков, повторюсь, это, безусловно, экономическая стабильность банка на данный момент, тендер проходит раз в год на банке-агенты, и репутация банка-агента уже по работе с фондом. А давайте, раз мы уже заговорили о комфорте для клиентов, давайте мы напомним о том, что у вас в банке предусмотрено так называемое сквозное обслуживание, во-первых, и скажите немного об очередях, как долго придется стоять. Да, хочу обратить внимание, что когда мы обращались в фонд с документами, чтобы получить этот действительно немаловажный сейчас статус банка-агента, мы прекрасно понимали, что у нас сеть наших отделений, как мы считаем, достаточно эффективно расположена по Украине, безусловно, она не такая масштабная, как у ряда государственных банков или более крупных банков с более разветвленной сетью. Поэтому нам было очень важно отработать механизм обслуживания клиентов, чтобы успеть, чтобы мы могли работать с большим количеством клиентов. Это прежде всего мы пересмотрели процессы и максимально автоматизировали процессы по выплате. Но самое главное, я бы обратила внимание на такие два момента, ноу-хау, это прежде всего организация выплат. Путем мы предлагаем клиентам обратиться в наш контакт-центр. Эту информацию, опять же, о контакт-центре мы размещаем буквально в тот же день, как только узнаем от фонда гарантирования вкладов, что мы являемся банком, который выплачивает тот или иной банк, эта информация доступна клиентам. Они могут обратиться в наш контакт-центр, мы их записываем на желаемое для них время и в то именно отделение, в которое хотели бы приехать. Что мы еще делали? Мы продлевали рабочее время. Мы выводили наших сотрудников на работу на выходные, для того, чтобы максимально, особенно в тех регионах, где большее количество клиентов, которые обращаются к данному банку. Ну и еще такой очень немаловажный процесс, который мы внедрили. Мы предлагаем нашим клиентам получить карты, на которых тут же переводятся их средства. И они уже путем этого инструмента карточного могут получить средства по всей Украине, в любом банкомате, сразу и бесплатно. И, опять же, что немаловажно, мы тоже это предлагаем клиентам, также есть ставка на остаток по этим картам 13% сейчас. И до 200 тысяч можно получить всю сумму сразу, никакими не частями? Да, безусловно. Опять же, почему мы очень рекомендуем нашим клиентам все-таки обращаться в контакт-центр, записываться на конкретное число. Это не только удобство с точки зрения ожидания в очереди, но в том числе мы бронируем те суммы в кассах банка для того, чтобы они были доступны клиентам в эти дни, когда они приедут. А вот на форумах описываются случаи, но не в связи, конечно, с вашим банком, но вот вообще интересно, ваше мнение, да, описываются случаи, когда клиенты говорят о том, что банки говорят денег нет, и предлагают оформить на эту же сумму депозит. Вот насколько это законно? И практикуете ли вы такое в своем банке? Нет, могу совершенно четко ответить, что безусловно, это незаконно. Фонд гарантирования вкладов перечисляет средства банкам буквально в момент объявления банка-агента, который будет выплачивать тот или иной банк. Соответственно, чаще всего эту информацию, по нашему опыту, мы получаем вечером, а уже утром у нас есть транш от фонда для выплаты соответствующего банка. Информация для клиентов размещается тут же, с вечера, о том, что они могут обращаться в отделение такого-то банка или записываться в то или иное отделение через контакт-центр. Соответственно, средства фонд перечисляет в тот же день практически. Это возможно, предполагаю, что банки могут использовать такой инструмент, что касается удержания, как мы говорим, депозитов у себя. Мы, безусловно, предлагаем нашим клиентам оставить у нас депозит, мы предлагаем ряд льготных программ именно для клиентов, выплачиваемых банков. Но это исключительно решение самого клиента – оставить депозит на тех условиях, которых мы считаем выгодных условиях, либо забрать всю сумму. Спасибо. Спасибо.